Вести Хакасия на канале Россия 24 в студии Елена Крылова. Здравствуйте. В Орджоникидзовском районе энергетики продолжают восстанавливать электроснабжение. Напомним, накануне из-за короткого замыкания во время грозы без света остались 23 населенных пункта. Это 14,5 тысяч человек. Как сообщает в МЧС по Хакасии, причиной аварии на подстанции высоковольтной ЛЭП стала сильная гроза. Практически сразу энергетикам удалось дать свет в 8 деревень. Остальные были подключены по резервной схеме в течение ночи. Скончался в больнице предполагаемый виновник аварии на Аскизском тракте, где погибло 3 человека, включая ребенка. Напомним, 13 июня на 63-м километре трассе Абаканок-Давурак столкнулись Тойота и УАЗ. В результате аварии российский внедорожник выбросило на обочину, и он загорелся. Водитель сумел выбраться из машины самостоятельно, но затем от полученных травм скончался в больнице. В иномарке ехали 5 человек – годовалый ребенок, женщина 35 лет, две молодых девушки и мужчина. Ударом искорюжила всю переднюю часть автомобиля. Застрявшего водителя удалось освободить лишь с помощью подручных инструментов. Малыша быстро отправили в больницу на попутной машине, однако довезти его живым не удалось. Женщина умерла на больничной койке, а спустя двое суток от травм, несовместимых с жизнью, скончался водитель иномарки. Сейчас в живых остались только девушки 14 и 18 лет. Врачи их состояние оценивают как тяжелые и средние тяжести, однако без отрицательной динамики. В Абакане работает ночная полиция. Сотрудники разных подразделений заступают на службу ежедневно вечером и покидают свой пост в 4 утра. На дежурстве побывали Наталья Гармашова и Антон Новожилов. В среднем за сутки в дежурную часть Абакана поступают около 370 звонков, особенно много накануне и в выходные дни. Очередной пятничный вечер, буквально первые минуты работы ночной полиции, вот уже первый вызов. На улице Кати Перекрещенко в 4-м микрорайоне избит человек. 54-летний мужчина в крови. Рассказывает, ехал домой. Как потом оказалось, в автобусе находились и потенциальные преступники. Вышел с остановки. Двое парней там 16-17 лет. Как пояснил пострадавший, парни прошли вперед и за углом ударили его чем-то тяжелым по голове. Полицейские передали ориентировку всем дежурившим в этот вечер нарядом. Сам пострадавший после того, как его осмотрели медики, решил тоже помочь полицейским в поиске преступников. Спустя некоторое время еще вызов. На улице женщина в нетрезвом состоянии ведет себя вызывающе. Чтобы пьяная дама не пострадала сама и не мешала окружающим, ее пришлось доставить в дежурную часть. Ну, можно попасть. Теперь женщине грозит штраф от 100 до 500 рублей или арест до 15 суток. В это же время другой наряд ночной полиции патрулирует парки и одно из самых оживленных в ночное время мест в городе – улицу Пушкина. На каждой скамейке молодежь отдыхает после трудовой недели. Кто с девчонками, кто с пацанами там собираются на машинах, что-то тусуются, музыку слушают. Люди там понимают. То есть не жалуются? Да не, они не жалуются, но нас не жалуются. Ну, пьют уже где пьют. До скольких хотят, то до сухих сидят. Лучше вообще не пить. Почему? Здоровье крепче будет. На улицах собираются те, кто знает, что пить пиво в парках и скверах запрещено. А вот кто с законами не дружит, попадает в руки полицейских. То же самое с курильщиками. Запрет на курение вблизи образовательных учреждений действует с 1 июня. Между тем, не все об этом помнят. Предупреждать и обеспечивать порядок на улицах и есть задача полицейских. Временный отдел ночной полиции, в который входят сотрудники разных подразделений, будет патрулировать город все лето и первые месяцы осени. За два года существования отдела, эффективность его уже многократно подтвердилась. В прошлом году временным отделом ночной полиции было раскрыто 81 преступление, а также пресечено более 3000 правонарушений. 97 подростков были задержаны за нарушение комендантского часа. Более того, сотрудникам ночной полиции удалось задержать 7 человек, которые находились в розыске, в том числе и в международном. Алиса Клинченко, Наталья Гармашова, Антон Михайлов, Вести, Хакасия. Тело пропавшего рыбака обнаружено на берегу реки Енисей. Скорее всего, мужчина утонул. Напомним, в середине мая 55-летний житель Абакана ушел на рыбалку и не вернулся. Спасатели искали мужчину по руслу реки, но это не дало результатов. Спустя почти три недели труп обнаружили на берегу Енисея, в двух с половиной километрах от поселка Усть-Абакан. Точную причину гибели покажет медэкспертиза. В Абакане женщина отсудила компенсацию за то, что зимой поскользнулась на остановке. Спецавтобаза ЖКХ вовремя не убрала снег, и пассажирка автобуса упала при выходе. Женщина получила травму позвоночника и стала инвалидом третьей группы. Абаканский городской суд оценил ущерб здоровью в 150 тысяч рублей. В Усть-Абакане руководитель управляющей компании похитила деньги предприятия. Женщина взяла из кассы 45 тысяч рублей. И, как позже пояснило следствию, этими деньгами планировала выплатить собственные штрафы судебным приставам. Об инциденте правоохранители узнали от граждан. Теперь женщине грозит до шести лет лишения свободы. В Саиногорск на две недели остался без горячей воды. Ее отключили сегодня и вновь запустят утром 1 июля. Горячей воды не будет в 4, 7, 8, 9 и 10 микрорайонах. В последние июньские дни тепловики проведут гидравлические испытания сетей, проверят оборудование, а также отремонтируют трубы. Если проверку удастся завершить быстрее, то горячая вода в домах Саиногорцев появится раньше указанного срока. В Спасский собор Минусинска привезли мощи одного из самых почитаемых в христианстве святых – Николая Чудотворца. Святылью встречали в новой части города, возле часовни. Оттуда крестным ходом верующие прошли до главного собора города. В ближайшие дни прикоснуться к ковчегу могут все желающие. Двери храма открыты даже ночью. Ковчег с частицей мощей Николая, архиепископа Мерликийского, встречали с особой пышностью. Сотни верующих из Минусинской и райцентров юга края – священники Минусинского благочиния, казаки, кадеты. Они встали живым коридором возле часовни, куда первоначально внесли ларец. Затем все отправились к Спасскому собору. Мощи Николая Чудотворца покоятся в итальянском городе Бари. Туда и в Москву, где постоянно хранится частица мощей, люди специально совершают паломнические поездки. Сейчас для жителей Хакасии и юга края выпала большая удача – не надо далеко ехать. Мы приехали из Черногорска, вот такая благая, благую вещь услышали, что и вот приехали, как бы, при лужице к мощам Николая Угодника. Я верующая, да благодать такая. Тем более, у нас зять был в Чечне. Мы молились Николаю Чудотворцу, все ребята пришли живые, здоровые, и зять пришел жив-здоров. Я просил, ну и благополучия, здоровья, семье, чтобы все было хорошо в нашей семье, здоровья близким, родным. Николай Чудотворец, хотя и считается греческим святым, особо почитаем на Руси. В каждом храме икона Николая на самом почетном месте. Считается, что этот святой особо помогает путешествующим, болеющим и нуждающимся людям. По преданиям, при своей жизни он укращал бури на море, исцелял от многих болезней, помогал бедным. Святого угодника Божия некоторые инославные народы называют, даже русский Бог, за то, что он помогает не только православному народу, но и любому молящемуся человеку в той нужде, в которой он просит. И по его святым молитвам Господь быстрее слышит каждого верующего человека. Ковчег с мощами святителя Николая пробудет в Спасском соборе всего несколько дней, до 8 утра 20 июня. Поэтому двери храма открыты для посещения и по ночам. Затем святыню перевезут в Красноярск. Алексей Баинов, Виктор Лушников, Антон Новожилов. Вести Хакасия. Эфир телеканала «Россия-24» продолжит прогноз погоды и интервью с Владимиром Титовым, министром здравоохранения Хакасии. В нашей студии мы говорили о том, как сегодня обстоят дела в медицине и как она будет развиваться в ближайшее время. На этом наш выпуск завершен. Берегите себя.